Здравствуйте! В эфире телекомпания ТУВА24. В студии Даян Донцерюн с выпуском новостей. Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников культуры, прошло в ДНТ. На нем честовали те, кто формирует моральный облик населения, хранит традиции наших предков и посвящает нас в творческие достижения человечества. Глава республики лично поздравил всех деятелей культуры с профессиональным праздником. Повторимого звучания ИГИЛа и многих других наших культурных наследий, которые достались от наших предков. В этом пространстве наша ТУВА отчетливо позиционируется как регион с богатыми самобытными культурными традициями и интересным историческим наследием. На торжественном мероприятии были награждены лучшие работники культуры и искусства, получившие высочайшие оценки профессиональной деятельности. Особой был отмечен коллектив сельского дома культуры села Козелхая, Мельмитайгинского Кожуна, ставший победителем конкурса «Лучшие муниципальные учреждения культуры республики ТУВА». Сертификат на сумму в 100 тысяч рублей, выделенный Министерством культуры Российской Федерации, был вручен директору дома культуры Каракату Сарглар. Создался союз художников Ирбиш, союз молодых художников Сумона. Они собрались и поехали разрисовать большие камни в Сумоне. Там можно посмотреть редкие животные Мельмитайгинского Кожуна, Ирбиша, можно увидеть орла. Нам очень приятно, что оценили нашу работу, посмотрели и наградили. В ПАЕ на втором этаже была представлена выставка, демонстрирующая достижения тувинской культуры. Да, уважаемые друзья, на самом деле сегодня у нас особенный день. День рождения нашего Тувинского национального музыканта, Тувинского театра имени Виктора Сушевского Гола. И сегодня день работников культуры Российской Федерации, с чем я хочу поздравить всех наших коллег во всей республике. Мы сегодня собираемся в новом народном творчестве, будем праздновать торжественные моменты. И вечером у нас состоится спектакль, исторический спектакль, посвященный, опять же, нашим, выдающимся нашим основоположникам нашего театра. Праздничный концерт открывали артисты Тувинского национального театра музыки и танца «Саяны». За 20-й год государственных и ведомственных наград удостоено 234 работника и ветераны отрасли культуры. Экерлопсан, Владимир Сюртык, Менги, Оржак, Тува, 24. Накануне на базе школы номер 17 протестировано новое цифровое решение по распознаванию брайлевского текста. Шрифт Брайля – это рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячим и плохо видящим людям. На встрече с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья специалист-тифлопедагог провела презентацию нового решения по распознанию брайлевского текста с помощью цифрового зрения. Новая технология была разработана при поддержке агентства стратегических инициатив, а партнером по внедрению новых цифровых решений является Министерство информатизации и связи Тувы. К другим новостям. 24 марта в Туве региональной госавтоинспекции было проведено целенаправленное оперативно-профилактическое мероприятие под емким названием «Знак». О результатах проверки на дорогах узнал Сайген Пюрбю. Проводимая госавтоинспекция и специальная операция мера вынужденная. Участились случаи, когда усложнилась идентификация автомашин, скрывшихся с места ДТП, на которых отсутствовали государственные регистрационные знаки. Также недисциплинированные водители, пользуясь тем, что на их автомобилях не установлены госномера, начинают значительно превышать скорость, зная, что камеры, фиксирующие нарушение ПДД, в этих случаях бессильны. Иногда это заканчивается трагедией. Вот уже больше месяца, как в стране действует ослабление, навведенное в период пандемии ограничения. А многие водители до сих пор ссылаются на них, пытаясь оправдаться перед госавтоинспектором при явном нарушении ПДД. У некоторых есть и другие версии. Автомашину я взял со штроплошадки в Кафеме и везу домой. Санкции за данное правонарушение по части 2 статьи 12.2 Кодекса по правонарушению РФ рассматривает штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев. В ходе только одного рейда дорожными полицейскими были выявлены более 200 нарушений ПДД. В отношении 35 водителей выписаны протоколы из-за госномеров. У 32 они вовсе отсутствовали. За что автомобилистам грозит лишение водительских удостоверений. Да, действительно. В случае, если водителю будет назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами, даже на срок 1 месяц, для возврата водительского удостоверения ему необходимо будет успешно пройти проверку на знание правил дорожного движения, а также подтвердить уплату всех административных штрафов ГИБДД. Кроме того, в период операции знак от управления транспортом отстранено 17 человек, трое из которых сели за руль в состоянии опьянения. 13 не имели водительского удостоверения и один был ранее лишенный специального права управления автомобилем. Сайгин Дурбюк, Кузел Сарксарен, Тува-24. Бесплатные курсы по плаванию для 25 граждан пенсионного возраста столицы будут вестись по инициативе координатора партийного проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» Елены Ховалык и при поддержке депутата Верховного хурала Республики Тува Ольги Хомушку. Курсы проводятся 4 раза в месяц на базе бассейна при Тувинском государственном университете. Стоит отметить, что бассейн Тувгуд был построен также в рамках партийного проекта «500 бассейнов вузам России». Проект «Старшее поколение» поддерживает и реализует программы, которые повышают уровень жизни граждан пенсионного возраста. Проект действует во всех субъектах Российской Федерации. Продолжаем выпуск. По инициативе Торгово-промышленной палаты Тувы, коворкинг-центре провели круглый стол по теме «Безучетное потребление электроэнергии. Причины, следствия, проблемы и решения». Далее продолжит Айсу Мангуш. Круглый стол по данной теме назревал давно, так как проблем и вопросов у предпринимателя по электроэнергии достаточно много. Наконец, при участии руководителя УФАС по республике Феликса Хаджиева, замдиректора по развитию и реализации услуг ТВ «Энергосбыта» Ольги Туренко, уполномоченного по защите прав предпринимателей Рената Оржака, председателя торгово-промышленной палаты Айаса Манге, директора центра «Мой бизнес» Азианы Перлей и предпринимателей. Диалог состоялся. В любом случае они обязаны, во-первых, очень дорогой тариф оплачивать. Во-вторых, если, как вы говорите, претензия поступила в течение пяти дней, вы отключаете у него электричество. А потом, вы говорите, через 2-3 месяца вернете. Но за 2-3 месяца этот предприниматель закроется, и 10 плюс он обокрутится. Плюс предприниматели, вот мне говорят, они боятся с вами спорить, потому что в следующий раз вы им где-то не подключите, в следующий раз какие-то другие препоны будут. Диалог был жарким, конструктивным. Предприниматели задавали давно наболевшие вопросы напрямую уполномоченным специалистам и получали разъяснения. Например, почему в Туве один из самых высоких тарифов на электроэнергию для предпринимателей по стране. Ведь они тяжелым временем ложатся на бизнес, и это одна из причин того, что закрываются предприятия. Специалисты ссылались лишь на федеральные законы и территориальную удаленность республики. После чего модераторами «Круглого стола» было предложено поднять этот вопрос на федеральном уровне через депутатов и сенаторов от Тувы. Тарифы, значит, высокие, вот, следующее, качество – это подаваем электроэнергии. Вообще, как бы, оно не соответствует. У меня скачет напряжение, мы фиксируем фото-видео до 400 вольт, понимаете, скачки. У меня невозможно офису работать. Горят компьютеры, вот, сгорел, допустим, да. Все это, все, фото-видео фиксация есть, приезжают. А, вам заявку, черта с два сделаешь. Звонишь на горячую линию, ничего никто не приезжает. Почему, как понимаете, или платят по предоплате, например? Это тоже на основании действующего законодательства, 442-е правило. Там четко прописаны, да, три платежа должны быть произведены потребителям. То есть они 10-го числа, вот, например, текущего месяца должны оплатить 30%. Потом у нас идет окончательный расчет 18-го числа за предыдущий месяц остаток. И до 25-го они еще должны оплатить 40%. То есть ежемесячно вот должен платеж проходить 100%. Все это не мы придумываем и рассчитываем. То есть обслуживание здесь основная составляющая. Поэтому в республике у нас именно передача стоимости очень высокая из-за протяженности и изношенности. Также предпринимателям уточнили порядок проведения проверок, допускаемые нарушения при проведении проверок, нарушений со стороны потребителей, причины безучетного потребления электроэнергии, расчеты объемов потребления электроэнергии и стоимости, правилам установления организации приборов учета. Будем с инициативой выходить на федеральный уровень. Вот, наверное, только так этот вопрос истекает. Подобную встречу планируют проводить ежеквартально. Ведь главная цель круглого стола – это улучшение условий для ведения бизнеса в нашем регионе. Когда и где будут проводиться встречи, следите за информацией на официальном сайте торгово-промышленной палаты и центра «Мой бизнес». Также свои вопросы можно направить на электронную почту В республике Това устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетней девушки. В правоохранительные органы Монгунтагинского района республики поступило сообщение об обнаружении в частном доме села Мугураксы тела 16-летней местной жительницы без внешних признаков насильственной смерти. Проведенными неотложными мероприятиями установлено, что девушка находилась в доме в гостях с 23-летним ранее знакомым местным жителем. Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, девушка скончалась, а молодой человек в аккетическом состоянии, бортом санавиации направлен в медицинское учреждение столицы. Вместе с тем следователям установлено, что задвижка выхлопной трубы отопительной печи на момент осмотра места происшествия находилась в закрытом положении. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного первой частью 109-й статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности». Продолжаем выпуск. В Центре русской культуры в четверг подвели итоги осеннего призыва 2020 года. Также обсудили вопросы по проведению очередного весеннего призыва на военную службу. Тему продолжит наш корреспондент Алдын Кызбуян. Заседание началось с назначения нового заместителя военного комиссара республики. Им стал Андрей Басенков, который прибыл из республики Алтай. После проведения военный комиссар Тувы Демир Олардтена подвел итоги осеннего призыва, отметив, что пандемия не повлияла на ход проведения призывной кампании. В своих пандемиях нами были приняты все меры, предосторожность распространения коронавирусной инфекции среди призывников при призыве и отправке в ОС РФ. Правительство, Министерство здравоохранения были приняты необходимые меры, и ни один призывник заболевший не был отправлен в ОС РФ. Коронавирусный 20-й год позади, однако меры профилактики никто не отменял. Это касается и призывников. Начальник Центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата республики сообщил о мерах, которые будут предприняты в период проведения весеннего призыва. Подготовка к весеннему призыву идет полным ходом у нас. На сегодняшний день есть совместный подготовленный нами проект приказа Минздрава, который утвержден министром, доработан специалистами нашего здравоохранения республики, согласован с районными центральными клиническими больницами, с лечебно-профилактическими учреждениями республиканского и городского уровня. Призывники у нас планируется пока их тестировать только, на то, чтобы не пропустить ребят больных, не призвать в армию. Итоги осеннего призыва были выполнены в полном объеме. На прошедшем заседании рассмотрели ряд вопросов уже весеннего призыва. Повысились требования к здоровью призывников, и военно-врачебная комиссия готова к работе. Алден Казбуян, Владимир Сюртук, Ангар Оржак, ТУВА-24. А на этом у меня все. Следите за нашими новостями в социальных сетях, берегите себя и будьте здоровы. Всего вам доброго.